я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители все мы часто замечали что времена в которые живем на земле тесно взаимосвязаны с прошлыми событиями и конечно с будущими так вот в один прекрасный момент в мае 2022 года мне удалось переместиться во времени и пространстве можно и так выразиться и я оказался на событии тысячелетней давности и так вы видите огромное количество людей и все они стоят в каком-то прямоугольники дальше на заднем плане виднеются различные хижины шатры и жилища тех самых людей которые и представляют все это событие скажу вам сразу что это действие происходит в наше время и называется она русбарк проходит она на территории россии рядом с городом елец это достаточно древний славянский город и там были поселения славян и других народностей сегодня я покажу вам как именно происходили все эти события но в самом начале вы увидите видеокадры снятые мной в небе и облака просто как какая-то пелена или волны появились над моей головой смотрите друзья вы посмотрите что происходит я такое небо но не видел очень много времени вообще не знаю когда-либо видел вам тоже удавалось увидеть такие эффекты или нет но она буквально все вот в таких вот маленьких волнах что это за волны и откуда они появились очень большой вопрос в общем события на майские праздники 9 10 и дальше но вы видите что происходит просто небо изменилось солнечная гала была какие-то голограммы сегодня просто вот эти вот пупырышки пупырышки везде вот оно солнце мы можем посмотреть а вокруг него вот такая вот картина фантастика просто фантастики я не понимаю почему тучи или облака стали вот такие в маленькую волну по большому счету это как будто бы море или водная поверхность водной глади они везде давайте думать и размышлять что же происходит ну что ж друзья мы с вами оказались в очень странном месте я первый раз жизни скажем тут нахожусь это так называемый русберг то есть место где происходит ну скажем сражение древних воинов все происходит в прямом эфире сейчас огромное количество людей я сейчас наблюдаю просто очень много находимся в древнем городе елец в древнее российском в древнеславянском подойдем сейчас поближе и посмотрим все что там происходит честно сказать даже не знаю что нас ждет впереди потому что первый раз сюда приехал вот в эти майские дни в эти майские праздники таким образом здесь все выглядит но буквально людей тысячи я думаю кипит народ кипит толпа все ходят гулять продают различные вкусности кафешечки полиция везде кстати полиции было много и гаишники а туалет его с той стороны есть пока не знаю что сколько стоит будем по месту все рассматривать или внутри должны происходить как бы но сражение такие ненастоящие декорированные я бы так выразился сейчас мы все это изучим посмотрим в общем таким образом отдыхают в россии сейчас люди множество людей приезжают из разных городов из различных стран бургеры кафешечки ну вот все видно все показано но мы подойдем подальше сейчас рассмотрим что вот за этой стеной то есть там крепость такая по кругу и видимо это самое главное место которое во всех скажем в себе или в себя вмещает этих воинов рыцарей в общем все изучим все посмотрим так сейчас мы будем приближаться к воротам не знаю там какой то же рынок я смотрю что такое площадь пройдем вперед сейчас а где же рыцари сами я хочу увидеть рыцари но пока ничего не вижу людей а стоп 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 пишем все мы с вами запись ведем а то я думал может быть запись не включена она включена заходим ворота ого какая толпа людей здесь конечно было бы неплохо на квадрокоптере вот палатки стоят видимо куют различное оружие давайте подойдем посмотрим что здесь делают изготавливают давайте поближе ну в общем кованые изделия кузнецы буквально разогревают изготавливают может быть оружие или украшение какое-нибудь множество множество палаток я смотрю огромное количество и люди с каким-то древним оружием с копиями здесь продают различные сувенирчики браслет и что-то еще ножницы вилочки интересный магазинчик такой тоже посуду ложечки красивое место видите все славянском стиле в таком древней русском мед из дерева мне нравится вот их палаточный лагерь давайте посмотрим на сами эти палатки увидеть по большому счету все люди живут в этих шатрах днем они но торгуют занимает своим ремеслом а вечером живут здесь так вон вижу конница поехала вон может военный давай сейчас подойдем потом просматриваем все внимательнее а вот по бокам там где-то вдалеке лавочки видны но людей огромное количество людей очень много блин я конечно хотелось на квадрокоптер просто снять взлететь чуть-чуть снять вот вид сверху пролететь над такой толпой людей может потом попробуем на квадрокоптере здесь что-то снять где главные события это происходит люди люди везде люди так вот там тоже одевать кого-то в доспехе подойти поближе нужно детишек разных вот там в середине круг или кольцо людей стоит скорее всего там и будут происходить главные события вот эти сражения декорированы вот воин стоит сейчас мы обойдем с этой стороны посмотрим на него в доспехах на солнышке фотографируется воин в кольчуге и все понемножку с ним фотографируется ну в общем вот так вот можно сделать фотографии снять видео о там уже сражение что ли вот она центральное поле а в хоккей играет какой-то там или как бы хоккей шайбами попробую приблизить немножко но в общем пока сражения нет все вот эти богатыри играют какие давайте обойдем по кругу все посмотрим место конечно интересное сейчас мы немножко пройдемся и посмотрим нету никаких битв пока что просто все сидят люди и отдыхают и по краям смотрите на лошадях ездить ну давайте подойдем о квадрик тоже полетел блин так не с квадрокоптеру будет летать опасно вот они рыцари воины в доспехах проходит вместе с нами видите всадник с копьем вот копье только что про землю воткнул а второй поднимает как передают копье по очереди странный эффект то есть оружие из рук в руки ну вот они древние славянские скажем воины но нужно обойти будет с другой стороны еще посмотреть там тень в по кругу сейчас пройдемся но смысл понятен русберг это такое место где как раз древние богатыри собраны в доспехах в рыцарском обмундирование и рассматривают все что здесь происходит так мне надо на квадрокоптере подлететь или он он летает где-то вот там сесть реально запустите и потом забрать я хочу он подойти куда-нибудь может быть съесть или он местечко свободного там есть там тенечек правда но мы сейчас подойдем конная программа начинается ну вот русберг во всей карасе так а что законная программа будет интересно давайте давайте посмотрим что законная программа они просто проезжают или что они сюда поближе вот они конники едут что они будут делать интересно так что же будет происходить интересно понаблюдаем сейчас конную программу садники потихонечку готовятся к чему-то пока не знаю к чему может быть будут перепрыгивать что-то или возможно стрелять из лука из копья бросать копье посмотрим что что-нибудь делать а здесь и скандинавы все к чайники древнеславянские защитники однако во многих скандинавских захоронениях тем не менее обнаружены детали конской сбруи конских сбруй убрижи стремян и находок достаточно много чтобы утверждать что скандинавские воины не ездили ездили однозначно и скандинавские воины и славянские воины и воины представляющие степные народы безопасность пожалуйста ну что же буквально сейчас начнется вот это вот выступление видите сзади меня начинают бегать уже конные скажем так всадники или всадники на конях будем смотреть пока сам все жду сейчас начнется этот великое шоу к моему мнению ну а как будет так будет посмотрим но теперь я могу вам сказать мои дорогие друзья что все последующие события и съемки вызовут у вас безумный интерес об этом мы поговорим в следующих сериях видеороликов говорю поехали пока и бум это а и он он и он Субтитры создавал DimaTorzok